Сегодня состоялась выставка, посвященная Дню независимости Молдовы и празднику Лимба-Нуастры. В рамках выставки были представлены картины молдавских художников различных диаспор, фотографии и почтовые марки. Последние особо примечательны тем, что полностью отображают приближающиеся национальные праздники. Более 50 работ различных художников и фотографов были продемонстрированы сегодня. Особое место на выставке было отведено под стенд с текстом Декларации о независимости Республики Молдова. Среди собравшихся на сегодняшнем мероприятии можно было встретить и тех, кто лично участвовал в подписании Декларации о независимости Молдовы. Этот день был настолько торжественный. Каждый подходил, руки дрожали от значимости момента. Помыслы были и надежды были, конечно, очень большие. Сегодняшний день доказывает, что мы тогда приняли единственное правильное решение. Хранители молдавской истории с трепетом вспоминают то время, когда принималась и подписывалась Декларация о независимости. Для меня этот период является очень значимым. Когда я ставила свою подпись под Декларацией, я вам скажу, что я даже не вчитывалась в ее содержание. Было очень важно, что ты с большинством, что ты в процессе. В рамках выставки сегодня прошел небольшой концерт, в котором приняли участие детям. Они читали стихи на разных языках национальных меньшинств Молдовы. Были также песни и танцы. Была представлена сегодня и книга о жизни и судьбе Михаила Эминеску. Книга примечательна тем, что в ней опубликован перевод знаменитого лучаферу на русский язык. Сделан он впервые за историю независимости Республики Молдова. А организаторы мероприятия поделились своими законотворческими планами. Бюро межэтнических отношений не только поддерживает язык, культуру и традиции, но и вырабатывает очень важные законодательные документы в этой области, которые являются гарантией соблюдения прав национальных меньшинств Республики Молдова. Мероприятие организовано Бюро межэтнических отношений в сотрудничестве с этнокультурными организациями национальных меньшинств Молдовы. Подобные выставки проводятся ежегодно. Продолжение следует...